привет всем сегодня играем в мультиплеер замечательной игры the last of us видео для в основном для тех кто не играл мультиплеер или вообще не видел не играл в эту игру я здесь расскажу просто какие-то базовые вещи и режимы есть что здесь происходит и все такое значит у нас есть классический deathmatch убить каждого противника чтобы выиграть все стандартно survivors это примерно тот же deathmatch но только у вас есть одна жизнь на раунд то есть без респаунов одна жизнь в общем то тогда уже ты начинаешь играть более внимательно interrogation для меня как по мне самый интересный режим значит суть его примерно такая же как в любом другом мультиплеере где нужно захватывать точку какую-то да но только здесь еще нужно до того как узнать где находится эта точка нужно допросы проводить каждое убийство и еще подкрепить должно быть подкреплено допросом и вот когда определенное количество допроса проведено мы узнаем где находится вражеская точка которую нужно захватить точки здесь это сейф из которого нам нужно добыть информацию вот такой вот у нас customization есть по персонажем очень даже неплохой много разновидностей разных штук интересных шапки шмапки веселые и серьезные и несерьезные за забыл сказать что у меня здесь установлен делился скоплен season pass вот вот это то что сейчас вы видите эти шапки это в оригинальной игре а вот например вот сюда вот ниже уже вот это уже пошло и сделался это кепки с флагами стран а это уже вот всякие штуки дрюки которые вы наверняка видели если играете в psn вернее если заходите в psn то наверняка видели в продаже все это есть то же самое с масками различные есть штучки все это открыт можно открывать в игре походу зарабатывая очки определенным можно покупать в psn можно взять season pass где все они будут сразу вместе значит предлагаю сыграть сейчас в режим интригейшн покажу вам на его примере что и как происходит сейчас мне положение не очень я последние разы видимо проигрывал прилично у меня уже 17 больных каждый день мне требуется 69 консерв эти консервы они выбиваются из противников когда вы убиваете противника от него остается одна но и соответственно зарабатывая очки из каждой если я правильно понял там каждые 10 очков это одна консервов точнее каждые 10 выживших в общем сложно я думаю когда начнете играть вы сами поймете что там и как вот он сейф кстати мы видим который нам нужно захватывать и различные здесь технологии как его защиты так и нападение начинаем вот мы видим эти две полоски желтую красную вот они как раз означают какая команда успела сколько допросов сделать вот он мой молодой человек в кепке и желтая команда желтая полоска это наша команда мы успели получается сделать один допрос красные это враги и соответственно когда заполнится эта шкала допроса мы узнаем где находится сейф вражеский и тогда уже мы сможем к нему мы начнем к нему подбираться и захватывать его с то же самое делает и команда противника это напал и меня уже кто-то завалил вот он наш враг вот он мне сейчас по идее а нет он не захотел делать или же не знал или же стал рисковать он мог меня сейчас допросить и они бы заработали уже одну пачку допрос но он почему-то этого не стал делать так мы исполнились теперь возле наших возле нашей команды она будет чуть легче чем мне нравится этот мультиплеер тем что здесь вот командная игра она прямо прямо просится один здесь ну слабый воин вот когда команда и тогда уже это интересно каждый друг друга прикрывает объясню почему почему мы все сейчас на корточках ползаем да это элементарно просто когда ты бегаешь ты можешь появляться на карте и тебя враги легче вычислят это не значит вот прям полностью все все всегда должны ползать только на карачках есть здесь перки которые можно ставить которые будут разрешать вам вас враги не видят и и тому подобное так собираем собираем запчасти вот там уже кто-то допрашивает и делаем из этих запчастей оружие наших бьют нашелют вот по 1 спалили теперь ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй да растерзали нас кстати когда вот так вот кинжалом, точнее кинжалом и заточкой сзади подкрадываешься, то это считается как недорогейшим, как допрос. Потом многие любят пользоваться, я собственно и сам люблю тоже пользоваться такой штукой в этом режиме. Так, ну конечно сейчас немного сложно собраться разговаривая. Ух ты, кто-то там попался на бомбешечку, надо бы его восстановить. Так, все хорошо, выдвигаемся. Вот вы видите, вверху на карте синяя точка вверх в углу. Это значит, что там лежит консерва с одного из моих жертв, кого я убил. От него осталось. Знал же, чувствовал же, что там кто-то должен быть. Все, успел, вот он допрашивает меня, сейчас там у них на одну тысячу станет больше. Все, равная игра пока. Хотя я чувствую по ощущению, что так. Подготавливаем себе оружие и пробираемся. Они еще один интергейшин сделали. Им осталось совсем чуть-чуть. А нам еще предстоит постараться. Так, вижу врага. Ай-яй-яй-яй-яй, не успел. Матерый, матерый паренек. Я смогу вот бежать меня сзади, воткнуть мне за точку. Вот здесь вот мы, кстати, сейчас на этом экране мы видим прокачку. Можно для этого режима, можно, допустим, прокачать оружие немного, или купить патроны, или же купить броню, убивая и зарабатывая очки. Если у вас хватает очков, вы можете... Вот наш сейф. Вот наш сейф, который нам нужно защищать. А я хочу сбегать за консервой. Хотя там наших бьют. Ладно, хорошо. Когда наших бьют, это не... не круто. Так, посмотрим в режиме. Вот они наши враги. Подбираются. Ах... Цюк-цюк не получилось. Это неhana. Говорит, что вы сняли голову из лука. Но мы уже близко. Наша команда уже близко подобралась. к чужому сейфу. Хотя в это же время, вполне возможно, враги подбираются к нашему. Поэтому, как правило, часто оставляют кого-нибудь на прикрытие своего сейфа, а остальные идут в атаку на вражеские. Ух, кто-то здесь ловушку оставил, бомбу, и я на нее попался. Жаль. Невнимательный я сегодня. Вот, вы видите, я играю плохо, и мне не хватает денег ни на броню, ни на то, чтобы купить патроны, ни на то, чтобы прокачать оружие. Вот, вы видите, апгрейд увеличивает скорость, увеличивает скорость перезарядки, разброс и там подобные вещи. Так, 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 так. Снимаем бомбу. Снимаем еще одну. И вперед. Можно обложить сейф бомбами. Если вдруг кто-то захочет сюда подтянуться из врагов, он может попасться на нашу ловушку. Так, где-то тут враги уже повсюду. Враги, враги, враги повсюду. Ну вот. Чуть-чуть защитили. Ага, ага. Кто-то пробирается. Защищая свой сейф, мы зарабатываем больше очков. И нам это дает больше шансов заработать, ну, выйти в первое место, например. Вот они, враги, уже здесь. И уже открывают наш сейф. А мы ему этого не позволим. Хотя, к сожалению, мы сами же взорвались на своей бомбе. Бомба на нас не срабатывает, но когда враг подходит к ней, она взрывается. Соответственно, мы попались. Так, вот купим патронов, купим броню. Ждем нашего распауна. Пока игра, в общем-то, равная, но... Неизвестно, чем это все закончится. Так, положили консервы, уже по всей карте валяются. Нужно собирать. Они нам, однако, пригодятся. Нам кормить. Большой лагерь. Вот, вы видите, на мне броня. Так. Я и видел его. Ну, ничего, мы выиграли. Я получился на первом месте. Наш команд... О, точнее, мы проиграли. У-у-у-у, мы проиграли. Ну, видимо, я там не посмотрел, но, видимо, никто не смог открыть. И мы проиграли по очкам. Ну, зато вот, у меня чуть уменьшилось больных. Добавился один, вы видите, добавился один человек у мой лагерь. Было 79, стало 80. То есть, ну, принес я немного еды и чуть-чуть положение под... поддержал. Вот такой вот мультиплеер. Довольно интересный. Конечно же, для того, чтобы его понять, нужно убирать больше. Но первые впечатления, я думаю, я у вас сложил. Спасибо за просмотры. Пишите, если вдруг интересно что-то еще. Пишите в комментариях. Я с удовольствием постараюсь снять об этом ролик. Пока-пока.